Новости продолжает эфир. Канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Меры, которые приняло правительство по поддержке населения во время пандемии, являются адекватными. Однако нужно усвоить полученные уроки и системно адаптировать социальную политику под новые реалии. Об этом сегодня на заседании Высшего совета по реформам заявил президент. Казмжо Мартукаев отметил, что ключевым элементом должен стать новый социальный кодекс, который сейчас находится в разработке. Его суть в том, что государство берет на себя гарантированное исполнение обновленных социальных обязательств. Обсудили участники заседания вопрос модернизации пенсионной системы. Это требуется для дальнейшего совершенствования стратегии управления активами. Конкретные предложения уже есть. Отмечу, что в текущем году Высший совет по реформам рассмотрел более 20 вопросов, охватывающих практически все сферы развития страны. По итогам заседания утвердили план работы совета на следующий год. Почти 500 индустриальных проектов планируют запустить в Казахстане в ближайшие несколько лет. Производителям нужны квалифицированные кадры и их подготовкой нужно заняться как можно скорее. Об этом заявил Казмжо Мартукаев во время церемонии награждения лауреатов премии «Алтен Сапа» и «Парыс». Кто получил престижные награды, расскажет Ирина Панфилова. Чтобы сегодня стоять на этой сцене, им пришлось много и усердно работать. Не только в этом году. «Алтен Сапа» – одна из самых почетных наград для производителей. За 15 лет лауреатами президентской премии стали представители более 150 компаний. У нас очень много предприятий, которые… Это нормальная стандартная практика, когда ребята в ходе участия и в ходе выстраивания процедур качества у себя выходят из среднего в крупный бизнес, из малого в средний бизнес, выходят на рост маржинальности, выходят на повышение узнаваемости себя. Сегодня статуэтки вручили очередным лауреатам. Среди них и представители инвитра «Казахстан». Это один из лидеров лабораторной диагностики. В нашей стране компания работает 7 лет. Мы получали подобные премии в России и решили, что в Казахстане тоже нам нужно признание, чтобы все знали, насколько мы круты в плане качества, поскольку мы действительно за ним очень сильно следим. Мы никогда не выдадим неправильный анализ в принципе. Самое главное – грамотно отучить персонал, за ним следить, правильно следить за перевозкой. И мы как раз на этом делаем большой, конечно, акцент. Лучшим индустриальным проектом сегодня признали Карагандинский ферросплавный завод. Открыли предприятие всего два года назад. Работают там 640 человек. Сегодня свою продукцию заводчане экспортируют на все континенты, в 47 стран мира. В том числе на японский, южнокорейский и американский рынки. Отмечу, еще 4 года назад Казахстан по реализации ферросицилия был на 36-м месте. Сейчас в пятерке. Экологическая составляющая составляет 99,8%. Мы полностью утилизируем свои отходы. Из них получаем и как ремнозем, и также на мировом рынке торгуем. Пользуясь случаем, хочу от имени всего коллектива, от имени акционеров, сказать слова благодарности за тот инвестиционный климат, который создан в нашей стране. Об этом говорим не только мы, отечественные бизнесмены, и наши зарубежные партнеры по бизнесу, которые являются акционерами данного завода. А лучшим инновационным предприятием названа агрофирма ТНК. На рынке она работает больше 20 лет. Сегодня это самая большая сельхозкомпания в Акмолинской области. Все, что там выращивают, идет на переработку. Свыше 70% продукции продают за рубеж. Начинали с одного предприятия. Сегодня в нашу группу 15 компаний входит. Поэтому, естественно, это большой труд, который был произведен за эти годы, большим коллективом, и это высокая оценка нашей работы. Лица сельхозников, в первую очередь, благодарны всем организаторам за то, что статус сельхозкомпании подняли. Мы выражаем надежду и готовность, что в дальнейшем не подведем. Будем делать все для того, чтобы как минимум накормить страну и работать на экспорт. Подвели итоги ежегодного конкурса по социальной ответственности бизнеса. Гран-при поделили представители Актюбинского предприятия по пошиву спецодежды и филиала Корчаганак Петролиумом Пирейтинг из Западного Казахстана. Участники премии Пары с этого года вложили в соцпроекты и благотворительные акции порядка 20 миллиардов тенге. Создали 7 тысяч новых рабочих мест. Глава государства принял участие в торжественной церемонии в режиме видеоконференции. Президент поздравил победителей и обозначил цели, к которым отечественный бизнес должен стремиться. Диагностика бизнес-процессов на предприятиях должна соответствовать глобальным тенденциям в этой сфере. Речь прежде всего о цифровизации и использовании элементов индустрии 4.0. В этой связи следует поэтапно привести требования конкурса Алтен-Сапа в соответствии с новой моделью Европейского фонда управления качеством. Мы должны соответствовать лучшим международным моделям и практикам. За последние 10 лет доля обрабатывающей промышленности в экономике Казахстана достигла 13%. В стране запустили полторы тысячи новых производств, в которые вложили больше 9 триллионов тенге инвестиций. В общей сложности открыли свыше 220 тысяч постоянных рабочих мест. Государство последовательно развивает современную инфраструктуру для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран. Успешно функционирует международный центр приграничного сотрудничества «Харгос». В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов. Двух на границе с Россией, по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном. Это позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и, как итог, нарастить наш экспорт. В прошлом году экспорт наших предприятий в обрабатывающие промышленности вырос в три раза и превысил 15 миллиардов долларов. Сегодня Казахстан экспортирует переработанную продукцию в более чем 130 стран. Нужно и дальше повышать конкурентоспособность товаров и внедрять современные системы качества, резюмировал президент. К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям. Реализуются такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, контракт поколений и так называемое первое рабочее место. Государствам предусмотрены соответствующие субсидии, однако их недостаточно. Правительству совместно с Атамикен следует проработать дополнительные меры стимулирования и занятости и повышения квалификации сотрудников. Президент поблагодарил представителей всех предприятий, которые приняли участие в конкурсах и выразил надежду, что премии будут стимулировать компании работать лучше и выпускать достойную продукцию, которую оценят не только у нас, но и за рубежом. Ирина Панфилова, предсодействитель радиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Лауреатами премий Алтын-Сапа и Парыс стали и четыре западно-казахстанские компании. Они отмечены как лучшие предприятия производственного назначения, выпускающие товары для населения. Домой предприниматели увезли из ТТЭТКО Гран-при конкурса Парыс. Напомню, что за годы проведения Алтын-Сапа лауреатами президентской премии стали более 150 организаций. На конкурс Алтын-Сапа подали заявки девять предприятий. Региональный тур прошли пять компаний. Две из них стали лауреатами президентской премии. Это ТО Кублей в номинации производства товаров для населения и ТО БАТСМУНАЙ ГАЗ-ЖАБДАВТАРА. В номинации проектный менеджмент у нас участвовали такие компании, как Уральский трансформаторный завод и наши университеты. Это подтверждение в масштабах республики, можно сказать, качества продукции. В номинации «Деловое совершенство» лучшей была признана еще одна уральская компания. К слову, неоднократный победитель конкурсов Алтын-Сапа и ПАРЫС. На самом деле мы очень счастливы. Конечно, за всем этим стоит большая работа нашего коллектива. Мы увеличиваем наши объемы переработки, объемы производства. В этом году построили мы новый цех по переработке пластмасса, по производству полиэтиленовой пленки. Гран-при, высшую награду республиканского конкурса ПАРЫС-2021, получила компания КПО-БИВИ. В режиме видеоконференц-связи поздравил лауреатов президент страны. Отметил, что в Казахстане созданы все условия для развития бизнеса. До 2022 года продлили поддержку предпринимательства по линии экономикой простых вещей. Также микроэкредитование проводится. У РФ была оказана поддержка в рамках дорожной карты бизнеса 2025. ТОК Ублей пользуется поддержкой государства в рамках субсидирования процентов ставки. Предприниматели – главное движение силы национальной экономики. Награды придадут серьезные импульсы к дальнейшей успешной работе, отметили на церемонии награждения. Росаткана Бладжерлгас, Фельдар Аюпов, Хабар-24. Отказаться от новогодних корпоративов рекомендовал казахстанцам глава Минздрава. В кулуарах премии Алтынсапа Алексей Цой ответил на вопросы журналистов относительно распространения по миру омикронштамма. Он отметил, что этот вариант вируса еще недостаточно исследован, поэтому министр посоветовал отказаться от проведения мероприятия. Чтобы ограничить количество контактов, лучше встречать Новый год дома, так как празднования в ресторанах, кругу друзей и коллег могут привести к массовым заражениям ковидом. При этом Цой отметил, что в Минздраве в этом году решили отказаться от корпоратива. На данный момент омикрон у нас не выявлен в стране. Мы изучаем, вы знаете, у нас постоянно идет эпид-мониторинг и проводится секвенирование. По омикрону пока все изучается. Буквально недавно мы встречались с генеральным директором ВОЗ и там уже мы проговорили о том, как штамм действует. В Актобе медсестру подозревают в изготовлении поддельных паспортов вакцинации. Работая в одной из поликлиник, она внесла в список якобы вакцинированных почти 70 человек. Хотя на самом деле эти люди прививку от коронавируса не получали. Женщину уже задержали. Она рассказала, что за каждый липовый документ брала по 15 тысяч тенге. По данному факту уголовное дело по статье 385 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан подделка изготовления или сбыт поддельных документов, штампов, печати, бланков, государственных знаков, почтовой платы, а также по статье 247 части 1-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан получение незаконного вознаграждения направлено в суд. Семья Уразбека Далибаева, пропавшего без вести при взрывах в воинской части Жамбулской области, получит компенсацию, когда мужчину признают погибшим. Об этом на брифинге ВСЦК заявила Аким региона Бердбек Сапарбаев. Напомню, Уразбек Далибаев служил военизированной охране. В ночь, когда случилось ЧП, он находился на дежурстве, но найти его так и не удалось. Даже после разборов завалов и прочесывания территории. Ранее сообщалось, что семьям погибших выплатят по 20 миллионов тенге. Всего взрыва унесли жизни 17 человек, еще 98 пострадали. Мы говорили с его родителями, все им объяснили. Когда специальная комиссия завершит работу, если будет принято решение считать у Уразбека Далибаева погибшим, тогда мы выплатим все средства. Деньги предусмотрены. Трехэтажное здание взорвалось на юге Франции. В результате ЧП погиб один человек, еще двое остаются под завалами. Взрыв, предположительно, произошел из-за утечки газа. На месте работают десятки пожарных. Несколько пострадавших госпитализированы. Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. На юге Ирака взорвался заминированный автомобиль. По данным местного телеканала «Аль-Сумарья», погибли не менее 7 человек. Агентство «Рейтер» сообщает о двух жертвах. Еще десятки пострадали. Инцидент произошел недалеко от республиканской больницы. Обстоятельства атаки поясняют. 45-летний мужчина открыл стрельбу в московском центре госуслуг. Погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди них 10-летняя девочка. Все они доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Сообщается, что мужчина открыл огонь после конфликта из-за медицинской маски. Он использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Задержанного проверяют на вменяемость. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших. Автобус рухнул в реку на востоке Кении. Погибли как минимум 23 человека. Еще 18 удалось спасти. Все они направлялись на свадьбу. Водитель пытался проехать по затопленному мосту. Но сильное течение унесло транспортное средство. А сейчас полиция расследует инцидент. Сообщается, что жертв может быть больше, так как точное количество пассажиров неизвестно. Более четырех дней полыхает контейнеровоз у западного побережья Швеции. В тушении огня задействованы несколько вертолетов и кораблей. По предварительной информации загорелась древесина, которую перевозило судно. Груз находится внутри корабля, что усложняет работу пожарных. На данный момент удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Экипаж из 17 человек продолжает оставаться на месте. В Алматы сожгли почти миллион фальшивых долларов. Липовую валюту сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу изъяли еще в сентябре прошлого года. Тогда они провели контрольный закуп, во время которого задержали жителя мегаполиса, пытавшегося продать поддельные купюры. Большого монетчика приговорили тогда к шести годам заключения. Снегоуборочная машина насмерть сбила пенсионерку в столице. Трагедия произошла сегодня на улице Тлендеева. Мини-погрузчик, убирая снег, сдавая назад, наехал на пожилую женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм 65-летняя жительница скончалась на месте. Полиция в настоящее время проводит дознание. Маневр столичного полицейского обсуждают в Казнете. Он остановил подозреваемого при помощи служебного автомобиля. На кадрах видно, как машина совершила резкий разворот и сбила участника потасовки. А подозреваемого полицейский задержал в стиле лучших американских фильмов. Никто из участников, как отметили в пресс-службе департамента полиции, не пострадал. Стражи порядка ехали на поступивший вызов о драке. Все началось с того, что пассажир автомашины Кеа разбил лобовое стекло и повредил капот. В итоге между таксистом и клиентом завязалась потасовка. Последний был пьяным. Сейчас по этому факту зарегистрировано уголовное тело. А полицейским предстоит пройти служебную проверку. Почти 8 тысяч уголовных и свыше 800 тысяч административных правонарушений помогли выявить камеры видеонаблюдения с начала года. Такую статистику глава МВД озвучил сегодня на встрече с членами Национального совета общественного доверия. Ирланд Ругумбаев рассказал о переходе к сервисной модели работы полиции от использования приложения Полис 102 до электронного, административного и досудебного производства. Кроме того, до конца года в МВД планируют внедрить в служебных помещениях полиции сплошное видеонаблюдение. А к 2024 году систему поэтапно установят и во всех учреждениях УИС. Члены совета позитивно оценили работу по цифровизации сферы. Представьте, это как помогает обеспечивать общественную безопасность, чтобы дети безопасно ходили, чтобы люди на улицах безопасны, в магазины. Но это хоть где. И в детских садах, и в школах. Это же права человека. Поэтому с этой точки зрения защита прав человека в этой сфере помогает противодействию именно коррупции. Ведется большая работа и по модернизации уголовно-исполнительной системы. Убор делается на улучшение условий жизни осужденных. В ближайшие три года в четырех регионах страны построят новые учреждения для их содержания. А пока продолжается реконструкция жилых боксов действующих колоний. Также сегодня членам совета представили новую форму сотрудников МВД. Вводить в обращение ее начнут с 1 января. В Алматы прошел финал первого конкурса «Диджитал Устаз». Проект, призванный определить лучшего диджитал-учителя, организован Акиматом Мегаполиса. Инициативу поддержали фонд образования Нурсултана Назарбаева и институт современного образования «Эд Кранч Академии». Конкурс проводят в рамках трехлетней программы развития педагогических кадров, которую инициировал Аким города Бахджан Сагентаев. Сегодня для учителя повсемирной истории Сагенгали Калиева волнительный момент. Он стал победителем конкурса «Диджитал Устаз Алматы». Его выбрали среди десяти суперфиналистов, прошедших через три этапа. Конкурс уникален тем, что он на самом деле многому обучает. То есть это не оценивание учителя по тому, что у него есть, это в том числе и обучение. Мы научились через этот конкурс развивать цифровые технологии на уроках, применять для того, чтобы ученикам было удобно получать информацию. Этот конкурс является частью трехлетней программы развития кадрового потенциала учителей – Алматинские школы. В ее рамках повышают квалификацию три тысячи педагогов, обучаются больше тысячи школьников. Все это позволит повысить статус педагога, сделать профессию учителя привлекательной для молодежи и сократить кадровые делицы в наших организациях образования. Считаю, что вопросы обновления и развития содержания образования не менее важны в вопросах инфраструктуры и материально-технического обеспечения. Поэтому мы и дальше будем поддерживать прогрессивных и открытых новому педагогу. Главным призом конкурса стала стажировка в Лондоне. В течение пяти дней Сагангалей Калиев сможет посетить конференции, а также познакомиться с английским образованием. Полученные знания он планирует применять на своих уроках. Новых чемпионов воспитывают в селах Кустанайской области. К примеру, Наурзумский район сейчас в лидерах по численности занимающихся спортом людей. Здоровый образ жизни там выбирают больше половины жителей. Особой популярностью среди населения пользуются бокс и борьба. Наурзумские ребята уже неоднократно становились лучшими на различных турнирах. Мои коллеги расскажут больше. С виду обычная тренировка, но на ринге девочка. Зовут ее Мольдер, учится в восьмом классе. По ходу спарринга может показаться, что тренируется она уже долго. На самом деле порог местного боксерского зала переступила недавно. Занимаясь боксом несколько месяцев, всегда боксирую с мальчиками-напарницей для спаррингов. У меня пока нет. Недавно у нас прошло внутреннее соревнование, я заняла второе место. Бокс мне очень нравится. Бокс в Наурзумском районе культивируется без малого 15 лет. За эти годы три чемпиона Казахстана, несколько раз местные ребята становились призерами, а еще выигрывали различные международные турниры. Сейчас в этом зале тренируются 90 ребят. Самому младшему боксеру 6 лет. У нас в чем проблема? После 9 поступает учиться и отсюда уезжает. Вот тогда некоторые дальше занимаются, некоторые теряются. Вот это у нас болезнь. Если здесь, например, есть, там что-то было бы, оставались, это бы хорошо было. А это борцовский зал в селе Краменды. Сюда на тренировки приходят 147 человек. Среди них вольники и любители Хазаша Курес. В этих стенах воспитали трех чемпионов мира. У нас большого нету такого спортивного комплекса, где можно провести наши республиканские и областные соревнования. У нас есть республиканский турнир имени Бахчола Курманова, который основоположник вольной борьбы в Нурзумском районе, где участвуют спортсмены не только из Казахстана, а и в нашей области. Туда приезжают и россияне, и киргизы. Новый спорткомплекс местные власти обещают построить. Даже сметную документацию подготовили, и проект прошел госэкспертизу. Теперь деньги ждут из областного бюджета. Если будет финансирование, то строить начнут уже в следующем году. Артем Грапов и Сергей Трохтенберг. Кустанинская область. Хабар 24. Цикл документальных фильмов Ельбасе. Летопись независимости. Телеканал Хабар признан лучшим телевизионным материалом среди более 400 работ представителей СМИ со всего мира. Состоит кинолента из 15 частей всего в международном конкурсе «Независимость Казахстана» и Ельбаса. Свои работы представили журналисты из 10 стран, в том числе России, Турции, Великобритании и Канады. Это было очень неожиданно, волнительно. Мы очень гордимся. Вообще, в любом конкурсе нужно участвовать, на самом деле, просто чтобы поучаствовать. Показать свои труды. В данном случае труды АО «Агентство Хабар», не мои личные труды. Мы участвовали с циклом документальных фильмов «Ельбасы. Летопись независимости». Он повествует о решающем вкладе первого президента страны Ельбасы, Марсултана Абишевича Назарбаева, о обретении суверенитета, становлении современного независимого Казахстана. В этом году конкурс «Независимость Казахстана и Ельбасы» проводится уже в шестой раз. Заявлено всего пять номинаций. Охватили все форматы. Это газеты и журналы, интернет, СМИ, а также телевидение и радио. В числе награжденных и представителей зарубежных изданий. Уже больше двух лет я занимаюсь Казахстаном, пишу на социально-политические темы, на темы культуры и истории. На самом деле история Казахстана, она до такой степени удивительная, непознанная, самобытная. И вот это сейчас, допустим, лично я практически в ежедневном режиме все это читаю, анализирую. И нужно нам, даже начиная от бытового уровня и заканчивая какими-то государственными проектами, взаимопроникать очень глубоко. 9 декабря во всех кинотеатрах страны стартует новая казахстанская комедия «Кесть Драйв». Главный герой фильма – успешный бизнесмен. Из-за конфликта с конкурентами он вынужден уехать из родного города. В попутчике ему попадается несостоявшийся зять, которого строительный магнат когда-то прогнал. Подробнее о съемочном процессе – материали моих коллег. Миша работает в полиции обычным участковым. Молодой, слегка наивный, он мечтает об опасных приключениях. А еще Миша старается понравиться своему будущему тестю Булату Газизовичу. Только вот крупный бизнесмен не взлюбил парня. Оле из судьбы двум героям суждено вновь встретиться. Мне кажется, что это на самом деле достаточно широко распространенная история в той или иной форме. И то, как из нее выйдут герои, мне кажется, отличная возможность для того, чтобы, может быть, в жизни применить какие-то навыки того, как наши герои с этим справились. Автор идеи фильма и сценарист – актер Еркин Губашев. Он же исполнитель главной роли. Его герою предстоит спастись от конкурентов и найти общий язык с несостоявшимся зятем, от которого теперь зависит его жизнь. Для режиссера фильма «Оскара Шафити» из «Драйв» стал дебютной работой. Я очень надеюсь на то, что зритель в каждом персонаже увидит или себя, или какого-то своего родственника, или своего друга, или соседа. Потому что практически все ситуации, которые там показаны, они до боли узнаваемы. Кому-то до улыбки, кому-то до слез. Большая часть съемок проходила в Алматинской области. Помимо актеров, в создании фильма приняли участие почти 40 специалистов. Отмечу, что съемки в комедии стартовали почти три года назад. Однако из-за пандемии процесс затянулся. Увидеть ленту на больших экранах казахстанцы смогут уже 9 декабря. Анна Ильи Итель, Казамар Дихамбаев, Хабар-24. Наса запустила в космос лазеры. Они должны ускорить передачу информации в 10, а то и в 100 раз по сравнению с радиочастотами. Их сейчас используют для большинства миссий. Но по мере того, как в невесомость отправляют более сложное оборудование, существующие коммуникации перестают справляться с нагрузкой. Изначально запуск лазеров должен был состояться два дня назад, но его перенесли из-за утечки керосина на борту. Текущая миссия рассчитана на срок не меньше двух лет. Аппарат будет поддерживать связь с наземными станциями в Калифорнии и на Гавайях. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова